Всем привет, с вами Неделя Футбола и сегодня поговорим об очередном судейском скандале в центральном матче Тура, о предстоящих изменениях в системе ВАР, о планах на лето для клубов РПЛ и о многом-многом другом. Обязательно поставьте этому ролику лайк, подпишитесь на канал и после просмотра напишите в комментарии свое мнение по всем этим событиям. Поехали! Ну что ж, очередным судейским скандалом завершился первый центральный матч РПЛ в воскресенье. Итогом зарубы Ростова со Спартаком стали два отмененных гола красно-белых и два назначенных пенальти в пользу желто-синих. И если с первым отмененным голом после офсайда Жигона на 33-й минуте все в принципе кристально понятно, то со вторым мячом Игнатова на 52-й минуте, который выводил бы Спартак вперед, непонятно вообще ничего, абсолютно. Виталия Мешкова позвали к монитору проверить эпизод, предшествовавший голу. В центре поля Милехин оперся на Классена, за счет чего смог выиграть у него верховую борьбу. И мяч попал защитнику Спартака в руку. По-хорошему, это было нарушение правил со стороны защитника Ростова, который вел борьбу не по правилам. Но судьи фола не зафиксировали, зато потом Мешков принял обратное решение после просмотра ВАР. То есть его не смутило, что рука Классена дернулась наверх, навстречу движению мяча, потому что Милехин оперся ему на спину. При этом, даже если принять в расчет, что все-таки да, это была рука, она не предшествовала голу, и взятие ворот произошло спустя какое-то время и какое-то количество других эпизодов. То есть опять происходит полнейшая путаница с трактовками и разным подходом к разным эпизодам. При этом стоит вспомнить недавний случай в Кубке Англии, где в матче Манчестера с Миддлсбро тоже в атаке была неумышленная рука, и гол был забит после паса от футболиста, которому мяч попал в руку. То есть он даже напрямую поучаствовал в голевом эпизоде. Гол был засчитан, и впоследствии абсолютно все британские эксперты по судейству поддержали главного арбитра и объяснили, что такое решение единственно верное. У нас же после игры оперативно прокомментировал это судейское решение глава РПЛ Ашот Хачатурянц, который был максимально категоричен. И думаю, что Мешкова в работе мы в этом сезоне больше не увидим. А там вообще остались еще судьи, хоть как-то не наказанные. И как-то сейчас даже мало предпосылок для того, чтобы в новом сезоне ситуация наладилась. Ну а в целом же, возвращаясь на воскресную Ростов-арену, эта игра в очередной раз подтвердила, что противостояние Ростова со Спартаком в последние лет 5-6 является одним из самых ярких в РПЛ. И не только из-за фигуры главного тренера-хозяев, который после игры выдал довольно неплохой трэш-шток, в котором он посчитал футбол соперника максимально примитивным в сравнении с игрой своей молодой команды. Ну и в принципе, Валерий Георгиевич был не так уж далек от истины, даже при всех спорных судейских решениях. По итогу же, Ростов обходит Спартак и поднимается в верхнюю половину таблицы. Желто-синие просто несокрушимы после возвращения Карпина. Ну и в общем-то продолжение всей этой судейской вакханалии в Ростове малость сместила акценты с главной встречи воскресенья. Встречи, в которой, я уверен, уже окончательно решилась судьба чемпионской гонки. Переживающий довольно серьезный игровой кризис ЦСКА вышел на дерби как будто более заряженным и нацеленным на успех и вырвал все-таки у Динамо победу, наконец-то прервав свою пятиматчевую серию без побед и вернувшись по итогам тура на третье место. Перед матчем в болельщицкой среде активно муссировалась тема потенциального поражения армейцев, что якобы можно было бы и помочь братскому клубу в столь ответственный момент, когда он борется с ненавистным зенитом. Но тут стоит вспомнить сезон 17-18, когда в том же положении был ЦСКА, который боролся с Локомотивом. И тогда, в 24-м туре, динамовцы, шедшие в середине таблицы, неожиданно добились гостевой победы, которая по итогу стала решающей в борьбе за золото. Локомотив выиграл чемпионат с отрывом в 2 очка, с учетом того, что армейцы после той игры с Динамо потеряли очки всего лишь в одной игре. Если Зенит сегодня обыгрывает в гостях Краснодар, то отрыв от второго места увеличивается на 6 очков. Приплюсуем сюда преимущество по личным встречам и получается, что де-факто на 7 очков Всемак и компания впереди. И это за 4 тура до конца. То есть фактически уже в 27-м туре в матче против Локомотива Зенит может оформить свое четвертое подряд чемпионство. Хотя, конечно же, болельщики из Петербурга очень хотели это сделать в гостевой встрече со Спартаком в 29-м туре. Но что поделать, вот так вот им удружила Динамо. Учитывая, что на дворе уже последняя неделя апреля, российские клубы потихоньку строят планы на предстоящие межсезонье. Планируют трансферные кампании, ход и структуру подготовки и в целом местоположение предстоящих тренировочных занятий. Так вот, на прошедшей неделе выяснилось, что большая часть клубов РПЛ из-за возможных организационных проблем, связанных с массовыми ограничениями со стороны ряда европейских стран, настроена на проведение летних сборов в России. Причем, по большей части, это будет такой довольно легкий формат, без привычных нагрузок и большого количества товарищеских, а.к.а. контрольных матчей. Вообще, в летнее межсезонье главным направлением для наших клубов вот уже долгое время была Австрия, где легко можно было найти сильных спарринг-партнеров. Да, в общем-то, наши команды там даже целые между собой турниры играли. И как бы подобные расклады долгое время не давали покоя многим болельщикам и экспертам. И я, в принципе, тоже не понимал, для чего тогда строилась вся эта инфраструктура к 2018 году, если она большую часть времени простаивает. Одно дело, когда в ходе зимней подготовки наши клубы отчаливают в Турцию, Эмираты или Испанию, где есть возможность подготовиться к рестарту сезона в комфортных погодных условиях. И совсем другое, когда российские команды уезжают на сборы в Европу в это короткое летнее межсезонье. Так что, в принципе, это очень даже нормальная инициатива, к которой мы, по-хорошему, должны были прийти уже давным-давно. Наверняка какой-нибудь турнир еще организуют, может быть, какие-нибудь команды иностранные заедут. Так что нормально все. Кстати, единственным клубом, который, возможно, проведет часть сборов за границей, внезапно стал Ахмат. Правда, стоит учитывать, что это за заграница. Главный тренер Грозненцев Андрей Талалаев раскрыл планы своего тренерского штаба, согласно которым первый сбор планируется провести где-нибудь в Среднегорье, в России, а второй в Белоруссии. Но, опять же, это пока все только в планах. Ну и в концовочке несколько важных и интересных инфоповодов одной строкой. Эльче выразил намерение выкупить предстоящим летом у Спартака Эзекуэля Понси, который сейчас играет за испанский клуб на правах аренды. Однако против выкупа выступит сам игрок, если Эльче все-таки не спасется и вылетит в Сигунду. За пять туров до конца сезона команда идет на 13-м месте, имея 8 очков запаса до зоны вылета. Агент Бруно Фукса подчеркнул, что игрок хочет остаться в ЦСКА на следующий сезон. И летом он даже и рассматривать не будет никаких других вариантов по возможному переезду из России. Судя по всему, останется в РПЛ и Маринато Гильерми, с которым Локомотив в начале мая проведет переговоры по продлению контракта. Инсайдеры пишут, что это будет годичное соглашение с серьезным понижением зарплаты. Похоже, что в Черкизово начинается эра Худякова. Шамиль Газизов продолжает свою нелегкую работу в рамках предпродажной подготовки своего главного актива. Агаларов в субботней игре с Уралом забил свой очередной гол. И от гроссмейстерской отметки в 20 мячей за сезон его теперь отделяют всего лишь 3 успешных попадания. И сразу же после комментариев Газизова в сеть утекла новая порция слухов и инсайдов, согласно которым Уфа готова будет торговать Гамида уже далеко не за 5 или 6 миллионов. И понятное дело, кто эти сигналы продвигает в массы. Примерно в те же суммы, в районе 10 миллионов евро, оценивают Матео Кассиеру в Сочи, которому продолжают проявлять интерес несколько клубов из Европы. Ну и потенциально, конечно, эта продажа может стать рекордной в недолгой истории черноморского футбольного клуба. Наш старый добрый друг Халк стал героем прошедших выходных во многих футбольных пабликах по всей планете. Ну хотя скорее антигероем, учитывая его участие в этом эпизоде. В матче чемпионата Бразилии между Атлетико Минейро и Куретибой, бывший зенитовец в ходе единоборства с соперником со всей мочи ударил его между ног, пытаясь достать до мяча. Судя по реакции Халка, он и сам был шокирован этим своим проступком, что, впрочем, не помешало ему схлопотать желтую карточку за излишнюю жесткость. Ну а игрока Куретибы приводили в чувство минут 10. В этот уикенд потихоньку начала отмирать чемпионская интрига в европейских лигах. ПСЖ оформил свое 10-е чемпионство, сыграв в ничью дома с Ланцем. Примечательно, что тот самый чемпионский гол забил Лео Месси. Цифра 10 в прошедшую субботу витала и над Альянс-ареной, где Бавария уверенно разобралась со своим главным преследователем Дортмундской Боруссией, оформив свое 10-е золото подряд. И мюнхенцы установили новый рекорд Европы, обойдя Ювентус, который забирал золото в Италии 9 раз, с 2012 по 2020. Наконец-то проявил себя в Германии Азмун. Иранец вышел в старте Байера на матч против Гройтерфюрта, и уже на 18-й минуте он забил свой дебютный гол в Бундеслиге, а во втором тайме еще и отметился ассистом, став по итогу лучшим игроком этой встречи. Также сверкает в американской МЛС Себастьян Дриуси, который в воскресенье забил свой шестой гол в чемпионате, вырвавшись на первое место в топе бомбардиров. Среди прочих снайперов Себа теперь обходит Чичарито, Карло Савелу, Алишандро Пато и Гонсало Игуаина. Дидье Дрогба вслед за другим мощнейшим африканским нападающим баллотировался на пост президента футбольной федерации Кот Дивуара. Но в отличие от Самюэля Этоо, который свои выборы в Камеру не выиграл и стал там главным футбольным человеком, Дрогба сошел с дистанции уже по итогам первого тура голосования, уступив сразу двум другим кандидатам. На этом на сегодня все. Спасибо вам за уделенное время. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях под роликом и подписывайтесь на канал. Увидимся через неделю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok